Скорпионы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале, и для вас я снимаю ваш второй прогноз на следующую неделю. Мы посмотрим и проанализируем период с 7 по 13 ноября 2022 года. В работе нам сегодня помогут колдовский Ленорман, а также Эми Таро. И смотреть мы будем, в принципе, с вами по стандартной схеме. Как вы знаете, мы просматриваем позитив и негатив. Негатив для того, чтобы избежать острых ситуаций во время этой семидневки. Посмотрим рекомендацию от карт и неожиданность периода. Итак, позитив, негатив, совет. Что у вас здесь? Тройка мечей, паш жезлов, девятка мечей. Здесь в первую очередь избавляться от переживаний и страха. Потому что, почему говорю избавляться от одной колоды солнца? Посмотрите. Тройка мечей, паш жезлов и девятка мечей. Это переживания, это может быть, знаете, открытые какие-то детские травмы. Почему говорю в позитиве? Потому что все карты несут позитивную окраску, когда мы смотрим позитив. Соответственно, это закрыть гештальт, закрыть душевные раны, детство, закрыть свои переживания, неуверенность в себе, какие-то комплексы. Закрыть, возможно, переживания о детях. Закрыть переживания о вашей, допустим, инфантильности или несостоятельности. То есть ситуация, которая уходит в небытие. Либо не горит себя за какие-то необдуманные поступки, как вам кажется, может быть, малодушные или инфантильные с вашей точки зрения, которые имели место быть в прошлом. Если же, конечно, смотреть эту триаду карт с точки зрения личной жизни, для тех, кто на текущем этапе у нас свободен, то тут жезлов это может идти новое знакомство. Но, тем не менее, у вас переживания, вы наново пытаетесь притянуть за уши старый сценарий отношений и наложить его на новый. Вы боитесь ошибок, вы боитесь вступать в отношения, вы боитесь открывать душу, вы боитесь опять обжечься. Но это вопрос уже работы с психологом, понимаете. Тут, как говорится, волков боятся в лес не ходить. Либо вы что-то меняете в себе, либо вы ничего не меняете, но при этом вы не жалуетесь на жизнь. Если мы будем смотреть ситуацию для тех, кто у нас в любовных треугольниках, то здесь могут идти переживания относительно сплетен, либо информация, которая может быть донесена только, допустим, если вы женаты или вы замужем. Можете переживать относительно того, что разрушится семья, но здесь это не так, то есть зря себя накручиваете. И второй момент у некоторых это делать болезненный выбор в пользу семьи. И сейчас объясню, если вы женаты или замужем, это все-таки как выбрать, определиться с выбором, ставить жирную точку в связях на стороне у кого-то ради детей, у кого-то это может быть просто понимание и осознанный выбор, что это был флирт, да, или какие-то отношения, которые вас эмоционально приподнимали. И оставаться в семье. Некоторые могут рвать отношения с любовниками или любовницами ради сохранения семьи, ну, как бы у вашего партнера или партнерши, да. Может быть ради детей, либо еще каких-то других факторов. То есть оставить этого человека и осознанно уйти ради сохранения его партнерства. Но вместе с тем это ситуация, когда и вам как-то, знаете, легко с совестью. У вас идет какое-то облегчение, у вас идет отсутствие стагнации. Если смотреть эту триаду для тех, кто у нас в стабильном партнерстве, то по шестерке пентаклей кто-то здесь может быть переживать по поводу того факта, что, допустим, является иждивенцем, либо у кого-то там сидит на шее. Или по ситуации, что вы не видите отдачи, ну, допустим, вы вкладываетесь, вкладываетесь в отношения, поддерживаете партнера или партнершу. И как вам кажется, что это игра в одни ворота, что вы слишком много отдаете, но слишком мало вам дают взамен. Так вот здесь карты просто вам говорят о том, что вы себя накручиваете, вы видите ситуацию только со своей колокольни. На самом деле здесь партнерские взаимоотношения являются равноценными. То есть что даете, то и получаете взамен. Если карты смотреть с точки зрения состояния финансов и работы, для тех, кто у нас не работает, но здесь помощи никакой дополнительной поддержки нет, это те ресурсы, которые у вас есть, в единичных случаях это может быть помощь финансовая от детей. Если вы у нас в статусе соискателя, здесь вопросы осознания, что та ниша, в которой вы искали, она вам не подходит. То есть либо может идти разочарование в выбранном направлении и понимание того факта, что это не ваша линия. Не ваша стезя. Поэтому по аркану мир это искать для себя новое направление, новую реализацию. У кого-то даже может быть работа дистанционно или через интернет. У тех, кто у нас является наемным сотрудником. Карта ухода. В прямом смысле слова. Увольнение, сокращение. Ну в лучшем контексте. Это может быть карта отпуска или больничного. Потому что карты указывают на отсутствие какой-то активной деятельности. Но для большинства это все-таки завершение процессов. У кого-то может быть по причине декрета, потому что здесь падает пас жезлов. А у кого-то пас жезлов девятка мячей. Это как извещение официальными бумагами. То есть на пенсию. Ну что же делать. Такова жизнь. Она течет. Она бурлит. И событийный ряд меняется. Ну и тех, у кого свой собственный бизнес. По четверке Пентакли это переживания и страхи. Относительно его сохранности. Его целостности. Относительно рентабельности предприятия. Могу сказать, что да. Может быть не все так сладко и гладко, как вы планировали. Но ситуация здесь переменится. Как следствие вы можете, знаете, как я говорю. Выйти из периода застоя. Из периода черной полосы. Потому что сейчас то, что вы проходили. Видите, в период коридора задмени Пятерка Пентакли. У многих даже могли появляться мысли о процедурах банкротства. Закрытие своего дела, либо своего предприятия. И кто-то вас призывал к активным действиям. У кого-то на это повлияло. Вот Пятерка Пентакли, Рыцарь Мечей. Это боевые действия. Война в частности. Но Королева Жезла говорит о том, что у вас будет поддержка. Будет какая-то помощь. Вы получите ту информацию, которая вас подстегнет. И заставит выходить из этой ситуации. По состоянию здоровья. Обращаю внимание на психоэмоциональный фон. На ваше внутреннее состояние. Потому что здесь у вас очень много стрессов, переживаний. Как следствие психосоматика, которая бьет по всему организму. И в частности дает отголоски на сердечно-сосудистую систему. Поэтому с этим внимательно. Что в негативе? Отшельник, Рыцарь Жезлов, Пятерка Жезлов. Во-первых, у кого-то могут быть здесь напряженные взаимоотношения. Борьба с пенсионным фондом. Либо какие-то пустые поездки в пенсионный фонд. В принципе, решение сложных вопросов и ситуаций, связанных со страхованием. С выплатами по выходу на пенсию. Либо по выходу в декрет. Это, знаете, как борьба за свое. Дальше. У кого-то могут быть сложности, связанные с поездкой. То есть здесь какое-то противоборство, связанное с выездом, с отъездом. Какие-то вот задержки. И ситуация, когда вам нужно будет искать какой-то выход из ситуации. Потому что отшельник, Рыцарь Жезлов и Пятерка Жезлов. Это обойти ситуацию. Неважно, законным путем или незаконным путем. То есть искать лазейки для того, чтобы вы решили свою проблему. И еще это могут быть какие-то конфликтные ситуации с родственниками уже зрелого возраста. Которые, допустим, не хотят переезжать. Или там вам вставляют палки в колеса. Не дают вам куда-либо ехать. И не важно, там на отдых, на заработки. Но вот здесь, знаете, такое вот противоборство, которое вам нужно будет преодолевать. Советы и рекомендации. Восьмерка Пентаклей. Восьмерка Пентаклей это всегда не опускать рук. Что бы ни случилось. Если это касается вопросов реализации, подумайте над талантами, которые у вас есть. И что бы вы могли раскрыть. Потому что сейчас по Тройке Жезлов вы уже стоите фактически на пороге нового. Ищите для себя новые перспективы и новые возможности. Для кого-то это будет период затяжной. И период, который может длиться 3 месяца. В плане получения навыков, опыта, каких-то знаний, которые поспособствуют смене работы. Открытие своего дела. Раскрытие своего потенциала. То есть может быть монетизировать хобби. Но здесь активная работа. Работа над собой. Над своим здоровьем. Работа над отношениями. Работа в принципе направлена на раскрытие новых возможностей и новых источников дохода. Вот это тянуло даже для вас Аркан. Еще один. Восьмерка Пентаклей. Звезда. Как работать на реализацию мечты. Раскрыть таланты. Раскрыть возможности. Если это бизнес, то больше вкладываться в рекламу. В ребрендинг. Как бы это красиво не звучало и странно. Но уметь красиво подать и продать продукт. Вот для вас здесь будет это основное. Так. Смотрим. Что у вас здесь с точки зрения неожиданности. Итак. У нас падает роза ветров, мыши и солнце. Роза ветров она же развилка в классике. Но здесь она так указана. Куда ветер подует, там будут перемены. Так вот. Это самоедство относительно того, что вы не можете найти себя. Свой выбор. Свою реализацию. Своё предназначение. Солнце. Мыши, крысы, солнце. Это знаете, как съедать себя изнутри. Опять же. Прорабатывать вопросы низкой самооценки. Прорабатывать какие-то комплексы. Неуверенность в себе. И ситуацию, когда вы ждете решения значимых, знаковых вопросов от других. Вот здесь карты говорят о том, что любые решения и перемены судьбы зависят только от вас. И от того, куда повернутся роза ветров, тоже зависят от вас. Поэтому не грозите себя. Не старайтесь в чем-то обвинять других. Бейте на себя ответственность и качественно меняйте свою жизнь. Если же это касается вопросов здоровья, то основной упор, развилка крысы, это нестабильность психики. Это внутренний раздрай. Это какой-то затяжной невроз. То есть занимаемся этим, чтобы прийти к стабильному эмоциональному состоянию. Вот ваша задача на этот период. Ну а мы, конечно же, закрываем вам это все позитивными арканами. Пусть будет исполнение вашей мечты. Достигайте своих целей. Сама Вселенная вас поддерживает и вам улыбается, вам в этом помогает. Ну а я от вас буду по прошествии периода ждать обратной связи. Как отыгрались эти семь дней и что поменялось в вашей жизни. Верю в то, что информация вам будет во благо. Вас благодарю за просмотр. С вами не прощаюсь. До новых встреч.